Всем привет! Сегодня мы приехали в Ярку, одной из самых больших друсских деревень. Всё, мы будем тут гулять. Сейчас едем где-то выше, в саму деревню. Сегодня выходной, поэтому торговые центры якобы закрыты. На самом деле, детки открыты мы не были. Вот это Мерказа, не знаю, что-то там открыто. Музыка играет довольно интересная, так что поехали! Мы проехали много промышленных зон, проехали разные шоппинг-центры. И сейчас поднимаемся в саму Ярку, погулять по улочкам, по друсским улочкам. Да друсским. Друсским. Откуда же начать обзор деревни? Конечно, с местного муниципалитета. Вот Муаца Ярки, такая вот старенькая и древняя. А вот в таком старом и приятном здании находится Банклиуми. Вечером здесь, конечно, красиво и всё светится. Мы сейчас поднялись на верхнюю часть Ярки, где самые древние постройки. Тут очень мало зелени, настолько мало, что это просто даже дико моему глазу. В этой деревне проживает 98% друзов и 2% арабов. А общее количество населения здесь 17 тысяч примерно по переписи 2018 года. А вот так вот тут свободно ездят на тракторе. Магазин, где туши висят, посмотрите, внутри. Вот такие шапочки носят друзы. Говорят они на арабском языке. Друзы, они намного больше интегрированы в израильское общество, чем, допустим, арабы-мусульмане. Потому что друзы, они служат в израильской армии, это есть обязательным, в отличие от арабов-мусульман. У них своя религия, конечно, друзская, мало кому понятная. Но, тем не менее, они её исповедуют. И они признаны большой общиной в Израиле. В Израиле есть где-то 120 тысяч. Вот 17 тысяч живёт здесь. Как вы видите, в этой деревне есть много таких вот узких улочек с очень старыми-старыми и древними постройками, которым уже где-то по 300 лет. А есть такие, которым и того больше. Сама ярка находится в 10 километрах от Кармиэля. И Ака тут тоже недалеко. Акхайфе 42 километра. Вот такой вид на одну из. В общем, на севере-на севере находится ярко. Тракторец. Сколько тракторов вообще! Разные магазины и ресторанчики здесь вот в таких вот старых-старых зданиях. Старых-престарых. Женские одежды у них тоже очень похожи на арабские. Но они и есть арабские, да, одежды. Смотрите, какой колоритный домик. Да, культура немножко другая. Такое открыто. Этнически, как говорит муж, подсказывает мне муж. Это этнически они арабы, но религия у них другская, другая. Традиция, культура вся другая. Вся другая. Что это такое за красивые такие эти? Смотрите, частный дом открыто. Вот тут улица, а тут дом частный. Они мне сейчас в лоб дадут, конечно. Стирка вешается. У них просто дома на несколько этажей, а это как холл. Да, прикольно, прикольно. Здесь, как и в настоящих арабских деревнях, абсолютно нет названия улиц. Поэтому, если вы приехали и где-то припарковались, запомните. Поставьте координату, где вы оставили свою машину. А то потом вы просто можете её не найти. Есть даже подписи. Тут, кстати, много подписей на арабском языке. Что неудивительно, конечно же. Так, что это за здание такое? Что это такое за дом Га-Эциль? Что значит дом Эциль? Благородный дом. Благородный? Ого. А вот тут и не одно уже увидела. Вот такие почему-то фатин такой завязанный. Не знаю, что это означает. Может, там женились? Это символ, что была свадьба в этом доме. Мы только что спросили мужчину, и он нам объяснил. Это дом шейха. Алифареса какого-то. Может, в честь него названо ярко? Потому что само значение слова ярко, это ещё овца, которая ещё не рожала ни разу. Но я думаю, что в честь чего-то другого названо этот город. Ой, посёлок. Мы тут читаем познавательную информацию. Давай. Религиозные деятели Друзской общины проверяются очень тщательно. Человек, который хочет стать религиозным деятелем, на него возлагается особый образ жизни, который ставит особое внимание, возвышение души, скромность, прямоту, добросердечие, возвышенность. Большая важность придаётся чистоте языка. То есть так, чтобы язык произносил правду, воздерживался от сплетен, взаимопомощь и защита братьев, когда они находятся в беде. Вот символика Друза вот такая вот яркая, похожая на звезду с разными оттенками, цветами. Вот есть перечисление, что эти цвета обозначают. Это вам домашнее задание. Переведите сами. Мы попали в какое-то очень старенькое такое место, самое древнее. Вот. И когда мы читали сейчас про религию Друзов, так надо понимать, что они не имеют права рассказывать о своей религии. Религия это очень сложно, и поэтому очень много Друзов, они светские, они верующие. Светские, светские. Вот такие двери старые, пристарые. Да, хочется зайти в те двери. О, а там что-то делают. Что там у них такое делают за костёр внутри, интересненько. Ой, что-то тушат в казане. Шашлык. Шашлык-машлык. Нет, мне кажется, там какое-то вот такое уж мясо варится. Ещё такие вот старинные всё такое. Ходим тут по частному сектору. Кстати, инжир уже какой большой. Подрос, подрос, вырос. Так, разворачиваемся. Здесь тупик. Давай, посмотрю там, что там. В этой арке. Многие Друзы работают в силовых структурах. В армии, в полиции. Вот какие дворики классные. Да, в пограничной службе. А, и очень многие заняты. В торговле, конечно же. Где же ещё? Ещё в одну красивую улочку зашли. Но тут всё равно надо быть очень осторожным, потому что ездят машины направо-налево. Надо следить, чтобы на тебя не наехали. Краской пахнет. Приятно. Мы ищем Друзские лепёшки. И не видно их где. Сейчас найдём какое-то колоритное местечко, если найдём. Сейчас кого-то спросим, где нам такое найти, чтобы попробовать местной Друзской еды. Около домиков нехилые такие машинки. Прям когдашняя моя мечта Паджеро Спорт. Вот это вид, какой открывается отсюда. Вот это бомба. Сейчас я подойду поближе. Вот это красиво. Смотрите, какие тут домики с каким видом. Вау, супер. Сейчас спустимся вниз, посмотрим, что там вообще за часть. Там какие-то постройки внизу такие интересные. А этот дом так вообще как будто на пропастью построен. Вот это круто. Мы спросили, что там за дома такие вдалеке. Нам сказали, что это оружейные склады. Тут, если звучит музыка, то она, конечно, такая вся восточная-превосточная. А как провода здесь хаотично разбросаны. Тут ещё вот это же. Такой же вид. Это же не дома. Это же целые замки. И в них живут люди. А вот это местная мода. Мужу, конечно, не до лепёшек. Он хочет шашлычок. Вот есть какая-то шипудия. Мы не хотим... Мы не хотим... Ай, это не стреляют. Это хлопушки какие-то, петарды. Короче, здесь такая мода. Стрелять в разные петарды, я так поняла. Потому что это уже не первый раз. И вот. В Меркозу мы не хотим ехать. Мы хотим тут вот в деревне, в древнем местечке покушать. Но оно закрыто. Так что мы едем искать... Не едем, а идём искать дальше. В деревне, которая перед нами, там далеко-далеко прямо, мы не нашли никакого шашлыка. Представляете? Есть разные лепёшки, питы, сэнквичи, фалафели, сосиски. А шашлыка нет. Поэтому мы приехали сейчас в центр Гая. Но я чувствую, что мы сейчас поедем в Меркозу. Потому что тут есть какая-то шапудья. Но что-то тут не пахнет тем, чтобы она была открыта. Да, около вот этого центра Гая есть big shopping center. Огромнейший слева. Вот трёхэтажный центр, где можно делать шопинга. Хоть завались. А не доезжая самой Ярке, есть такой огромный торговый центр для детей. Здесь столько всего, игрушек, одежды. Просто вау-вау-вау. Да, очень крутое место. Так как сейчас выходной все эти аттракции, они... Ну, все карусельки, всё оно закрыто. Так они работают. Ну, а сам торговый центр открыт. Конечно, дети просто сходят с ума с таким-то разнообразием товара. Это, мне кажется, один из самых огромных в Израиле. Надо реакцию Леры посмотреть на каждую машинку. Да, Лерушка? Да, какие огромные все машины. А тут, смотри, сколько всего. А детей-то здесь сколько. Прям взялая куча. Вот. Джипы на любой вкус и цвет. Только где их ставить в доме? Какие модные рюкзачки. Они пластиковые. В полет хорошо. Тут очень классные игрушки вот эти модные, с большими глазами. И единороги. Кстати, ну... А, это такой на палке 29 шекелей. Надо сказать, что, конечно, дешевле, чем в Хадере. Вот такие бутылки для питьевой воды по 10 шекелей. Это очень хорошая цена, надо сказать. Смотрите, какие стульчики. Да, маленькие стульчики. Это только в арабских и друсских деревнях можно увидеть такие нарядные платья в магазинах. Честно. Такие уже они разные, классные. И по ценам не очень-то дорогие, по идее. Сейчас посмотрю, сколько, например, вот такое платье стоит. 150 шекелей. Нет, 150 шекелей. Ну, как бы, для такого нарядного, может, и нормально вообще-то. А для малышей какие нарядные костюмчики для мальчиков. Вот вам и запрет работать в шаббат для торговых центров. Всё открыто, да? Вот так вот выглядит этот торговый центр снаружи. Огромный. Несколько терминалов в нём. Попали, попали в Меркозу. Вот рыбная здесь есть, но мы не по рыбке. Хотя тут рыбная тоже очень вкусная. Сейчас мяско поищем. Огромнейший супермаркет. Огромнейший просто. Как прям в Киеве. Нет, пойдёмте вместе. Цены дешевле. Вот такой ферри у нас по 12.90, а здесь вам 10 шекелей. Какой крутецкий отдел для любителей выпивки. Блин, такое впечатление, что я на Украину в супермаркет попала. Кажется, вроде всё такое же, а кажется, абсолютно другое ощущение ресторана. Ой, я очень хочу кушать просто в супермаркетах. Кстати, вот дайте, допустим, такая же цена, 4.90. А, ну да, это же бепекуах. Здесь много русских. Здесь много русских. Дырочек сколько, правда? Мы пришли в кафе, где друсская кухня. Что-то там заказали. Шашлычок бараний. А помимо этого ещё салатики какие-то друсские. Ещё что-то там куриное. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Никого нет, слава богу. Потому что там, где Меркоза, там много людей. А лучше избегать скопления людей. Правда ли, Рушик? Только ты неправильно делаешь. Подними голову. Ну, оперативчики здесь пока... Пока, да, не отличаются абсолютно от арабской кухни. Лафа. Похоже на питу. Только побольше и потонше. Лера, приятного аппетита. Это друсское блюдо. Называется манасаф офф. Как ты не крадешь? Мэнсаф офф. Мэнсаф офф. С курицей. Рис такой с курицей и орехами. Не знаю, как на вкус. Сейчас попробую. Ну, не ожидаю много. Потому что я знаю, что вот это вкусно. Что я хочу. Конечно, Лера, хочешь. Папа ребрышки бараньи. Нет, Лера хочет картошку фри. Блюдо, конечно, огромное. Я не представляю, как это возможно скушать. Особенно вот эту порцию. Как приготовить это друсское блюдо у себя дома? Отвариваете рис и отдельно отвариваете грудинку. Бульон, который остался от грудинки, выливаете в рис. Ну, не полностью, немножко. Сверху посыпаете рваную на части грудинку. И сверху посыпаете жареный арахис. Всё, у вас есть друсское блюдо. Кстати, ничего так. Особый вкус придают вот эти жареные орешки сверху. Лера ещё это показывает. Ну, это стандартный наш израильский салатик. Но в этот раз он чересчур кислый. Были мы вот в этом ресторанчике. Он рядом, совсем рядом с Меркозой. Очень даже могу рекомендовать. Они взяли деньги за три блюда. И даже за чай, за салатики не брали денег. Можно я скажу? Скажи. Это настоящий, аутентичный, друсский ресторан. И, на мой взгляд, это один из лучших, может, даже самый лучший из друсских, чисто друсских ресторанов, в которых я вообще когда-то был. Пока мы поужинали, уже вечер. Так что, откуда мы начали нашу экскурсию, теми заканчиваем. Всем хорошей недели. И пока-пока.